Ну вот и пришло время нашей передачи. Я приветствую вас, друзья! В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». В прошлый раз мы говорили о цветах церковных облачений. Мы узнали о том, какие они бывают и что значит каждый из них. Предлагаю вам немного повторить. Как мы говорили, для каждого церковного события или праздника есть свои определенные цвета облачений. Я думаю, уж это вы точно помните. Если так, тогда скажите, какого цвета облачения надевают на Пасху? Правильно, красного. Этот цвет напоминает нам о крови, которую за всех нас пролил Христос. Желтые одежды надевают по воскресным дням. И еще, когда празднуют память апостолов или святых епископов, святителей. А белый – это цвет Рождества, крещения и преображения, когда невидимый Бог стал видимым для нас. Богородицу, причистую Божию Матерь, мы чтим в голубом облачении. Это цвет чистоты и непорочности. Ну а в зеленом, в цвете весны и новой жизни, мы празднуем Троицу, а также чествуем преподобных, то есть святых монахов. Ну и, наконец, в пост мы надеваем фиолетовые или черные одежды. Ведь это дни траура, когда мы вспоминаем страдания Спасителя и его крестную смерть. Ну вот и повторили. Очень хорошо. А теперь приступим к нашей новой теме. Я думаю, что она займет у нас не одну передачу. Мы будем говорить о храме и его устройстве. И начнем мы, пожалуй, с вопроса. Чем храм отличается от церкви? Помните, в одной из наших первых передач мы говорили о том, что такое церковь? Давайте вспомним. Мы говорили, что церковь – это целый мир со своей особенной жизнью, правилами и традициями. Главная цель которых – правильно, общение с Богом. Но кроме этого, мы говорили и о том, что церковь – это еще и место. Место, куда мы ходим молиться. А что такого особенного в этом месте? Да то, что именно здесь мы лучше можем почувствовать присутствие Бога. Ведь это место для Него и создавалось. То есть в этом большом мире православной церкви есть множество маленьких церквей. Тех самых мест, куда мы приходим помолиться. И часто эти маленькие церкви мы называем храмами. Их даже лучше называть храмами. И вот к одному из таких храмов мы с вами сейчас и отправимся. Храмы есть в любом городе. И во многих наших селах. И я думаю, как они выглядят снаружи, вам известно. Ну, хотя бы в общих чертах. Но вместе с тем, мне кажется, вам было бы интересно узнать и то, что означают его формы и отдельные части. Если так, тогда давайте приступим. Если взглянуть на храм, то очень часто можно найти сходство с кораблем. Вот у него есть овальный нос, прямоугольная палуба, небольшая корма. И это действительно так. Храм, как и вся церковь, это и есть духовный корабль, который плывет сквозь бушующее море нашего мира, в доглекой пристани, где нас ждет Христос. А еще все храмы своей передней частью, своим носом указывают на восток. И знаете почему? Ведь на востоке каждое утро встает солнце. А кого мы, христиане, называем солнцем с большой буквы? Солнцем, которое осветило всех своей любовью. Ну, конечно же, Иисуса Христа. Поэтому и храмы, обращаясь на восток, как бы встречают его. Итак, запомним. Православные храмы ориентированы, как правило, на восток. А как вам кажется, что больше всего отличает храм снаружи от обычного дома? Вот лично мне кажется, что это купола. Купола – это, пожалуй, самая заметная особенность храмовой архитектуры. Купола – это такие особые башенки на крыше, чем-то похожие на луковичные головки. Такая необычная форма церковной крыши тоже имеет символическое значение. Словно пламя свечи, который всегда направлено вверх. Купол церкви тоже обращен в небо, к Богу. Ведь люди именно за этим приходят сюда, чтобы обратиться к нему. Кстати, количество куполов – это тоже очень важная особенность каждого храма. Один купол ставится в честь единого Бога. Если купола три, то это в честь Святой Троицы. Ну а пять куполов символизируют Иисуса Христа и четырех апостолов-евангелистов. На куполе каждого храма мы найдем самый известный и самый главный символ христианства – это крест. Крест – это символ жертвы Спасителя за всех людей. И вместе с тем крест – это символ его победы над грехом и над смертью. Поэтому крест, как знак славы, венчает каждый христианский храм. Еще одной особенностью храма является его крыльцо. А на церковном языке паперц – это, как вы видите, небольшая площадка перед входом в храм, на которую ведут несколько ступеней. Вроде бы ступени как ступени и ничего особенного. Но, как мы помним, в храме не бывает лишних вещей. И каждая мелочь имеет свой глубокий смысл. Паперц – это образ духовного возвышения церкви над всем окружающим миром. Ведь мы помним, что церковь состоит из мира видимого и мира духовного, невидимого. Итак, давайте запомним. Паперц – это крыльцо храма. И еще об одном я хочу вам рассказать, прежде чем мы зайдем внутрь храма. У каждого православного храма, независимо от того, большой он, маленький ли, много у него куполов, или всего лишь один, есть свое имя. Точь в точь, как у нас с вами. Вот только, чтобы узнать наше имя, нас можно об этом спросить. А как же с храмом? Вы удивитесь, если я вам скажу, что храм может ответить на это сам. Давайте еще раз взглянем на купола. Нередко их цвет многое может нам подсказать. Так, испокон веков повелось, что храмы в честь Иисуса Христа украшаются золотыми куполами. Значение этого цвета нам уже известно. Ведь золотой – это цвет царей. Очень красиво выглядят купола храмов во имя Пресвятой Богородицы. Золотые звезды на синем фоне. Они как будто напоминают нам о той звезде, которая светила на небе в ночь Рождества, когда Господь родился от Девы Марии. Зеленые купола могут иметь храмы, освященные в честь Святой Троицы или различных святых. Ведь зеленый, как мы помним, это цвет обновления, новой жизни. Но цвет куполов нам может дать только подсказку имени храма. Чтобы узнать его точное имя, нам нужно войти внутрь. Но сделаем мы это уже в нашей следующей передаче, потому что на сегодня наше время истекло. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их на наш сайт. Его адрес сейчас на ваших экранах. А я, диакон Сергий Борицкий, на этом прощаюсь с вами. Всего вам хорошего и храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok